5 декабря Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества и безопасности детских новогодних подарков. Это традиционная консультативная декада. На горячую линию потребители могут направить как жалобу, так и получить разъяснения и советы, на что в первую очередь обращать внимание, выбирая тот или иной новогодний подарок. Так, приобретая сладкий подарок, стоит ознакомиться с наполнением упаковки. Информация о содержании с указанием срока годности продукции, данных изготовителя, условия хранения и дата изготовления должна быть размещена на упаковке. Не стоит приобретать набор, в который входят такие лакомства, как пирожное, сладости с кремом, йогуртовые изделия. Вопросы в основном связаны в данном случае с качеством данной сладкой продукции. Где-то налет, где-то сроки годности. Если говорить о детских товарах, непосредственно об игрушках, там тоже связано в первую очередь с качеством, с появлением какого-то странного запаха, несоответствующего той или иной вещи. В среднем, если прослеживать многолетнюю, то таких обращений в новогодние периоды порядка 50-60 точно приходит. Если в подарке находится игрушка, то она должна быть упакована отдельно, собственной маркировкой и информацией об изготовителе, сроке службы, минимальном возрасте ребенка, для которого она предназначена. Продавец по требованию потребителя должен предоставить документы, подтверждающие качество и легальность реализуемого товара. Обязательно нужно поинтересоваться сертификатами соответствия при покупке пиротехнических изделий. На гирляндах должно быть указано, где их можно размещать – на улице или в помещении. Кроме того, Роспотребнадзор в целях обеспечения безопасности рекомендует предпочесть изделие мощностью не выше 50 ватт. В ходе работы горячей линии специалисты также проконсультируют по выбору детского питания и книжной продукции, обуви и одежды, в том числе карнавальных костюмов. Горячая линия будет работать до 16 декабря. Получить необходимые разъяснения можно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора. Он указан на экране, а также в региональных управлениях ведомства и в консультационных пунктах для потребителей при центрах гигиены и эпидемиологии. Приобретать товары, приобретать сладкие подарки, гирлянды, пиротехническую технику в торговых объектах. Если вы хотите что-то купить через интернет, то воспользуйтесь, пожалуйста, проверенными торговыми площадками. Это очень важно, это обеспечит и безопасность, и в случае возникновения каких-то споров, это позволит потребителю урегулировать возникший спор в кратчайшие сроки с минимальными потерями. Продолжение следует...